Привет, дорогой друг! Сегодня ты узнаешь, как быстро и круто сделать глаза на фотографии более выразительными. Что ж, поехали! Открываем корректирующие слои и выбираем уровни. Теперь, когда мы будем тянуть за правый ползунок к центру, наши светлые области становятся еще более яркими. Когда же тянем за левый ползунок к центру, то, соответственно, темные области становятся более темными. Нам нужно добиться результата, когда наши глаза будут максимально прорисованы и контрастными. Для этого приближаемся к ним, чтобы не отвлекаться на остальную часть лица. Смотрим. Вот примерно такой результат меня устраивает. Так что теперь нужно сделать так, чтобы этот эффект остался только на глазах. Для этого мы нашу маску у уровня переведем в черную. Выделим ее и нажимаем Ctrl-I. Как вы видите, прямоугольничек стал черным, что означает, что теперь этот эффект не отображается нигде. И нам нужно его проявить только на глазах. Берем кисть, назначаем у нее белым главный цвет. Непрозрачность можно сразу ставить на 100. И, собственно, проводим этой белой кисточкой по глазам. Эффект проявляется. И на маске мы можем видеть белые пятнышки, что означает, что именно в этом месте сейчас мы видим эффект от наших уровней. Аналогично делаем с правым глазом. Стараемся не задевать никаких других областей, веки, белок и так далее. Отдаляемся и смотрим, как нам эффект. Можно нажимать на глазах, чтобы оценивать до-после. Если вам кажется, что перебор, то тогда непрозрачность нужно понизить. В моем случае еще и освещение на глазах не совпадает. Поэтому имеет смысл на одном из глаз этот эффект убавить чуть больше, чем на другом. Для этого я возьму кисточку снова и назначу ее черной. Теперь непрозрачность понижу примерно на процентов до 30. И вот эта кисточка наша черная пройдусь по правому глазу девушки. Смотрим снова до-после. Вот так хорошо. Обязательно напиши в комментариях, как тебе такой способ. Поставь лайк, если понравилось. И, конечно же, не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующие уроки. Ну а на этом я прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok